Отыскать радость, конечно же, можно и нужно в искусстве. Например, музыка обладает уникальной способностью преображать наш внутренний мир, наполнять его светом, позитивом. Именно поэтому начинать «Новое утро» мы предлагаем с песни. Итак, встречайте, в студии «Новое утро» певица Светлана Агарвал с премьерой клипа на трек «Зуби-зуби». Доброе утро! Доброе утро, дорогие ведущие! Так и хочется пропеть «Зуби-зуби-зуби». Очень сложно становится вести программу, потому что ты приходишь в студию, тут рядом красивые, яркие девчонки, веселые, позитивные, настроенные. Смотришь налево, смотришь направо, а теперь еще и в центре глаза разбегаются, уже тяжело, понимаете? Крепись, Саша, соберись. Ладно, я попытаюсь собраться. Мы сегодня много с девочками говорили про радость, о том, что приносит радость. Даже с этим вопросом обращались к минчанам. Так вот, что вам, Светлана, кроме ярких нарядов, приносит радость? Мне приносит радость даже чашечка кофе, утренняя чашечка кофе. Почему? Потому что я считаю, что человек должен наполняться вот этими мелочами жизни, замечать это. Солнышко встало, радостно на душе. Пришла подруга, посидели, поговорили, тоже радость на душе. Я считаю, что мы в каждой мелочи должны находить для себя радость. И вообще, каждый новый день – это уже радость для человека. А если в этот день еще и премьера клипа, то это радость, умноженная на сто. Тем более, когда клип такой позитивный, яркий. «Зуби-зуби» не переводится, насколько мы выяснили. Игра слов. А о чем песня? Песня, конечно же, о любви. В ней поется о том, что один богач влюбился. Он, кстати, был с отрицательными качествами в характере. Но когда влюбился, как женщина может повлиять положительно на мужчину? Он стал позитивным. То есть, конечно же, песня о большой любви, в которой преобладают огромные эмоции. Просто зашквал эмоций. Клип получился красочным. Это моя задумка. Одежда вся была из Индии. И самое главное, что в главной мужской роли – это настоящий индиец. Его зовут Навин Колли. Но действительно, ощущение было, что вы даже не в Беларуси снимали этот клип. Потому что там столько ярких красок, костюмов. Что было за кадром? Может быть, расскажете какие-то необычные ситуации интересные? Вы знаете, мы работали в этот день в таком активном, интенсивном режиме. Я только успевала переодеваться, менять прически. Слава богу, вот меня окружает моя команда, которая меня просто поддерживала и помогала мне. Наверное, поэтому клип удался. Плюс к тому, индиец мой, новин Коля, приехал еще со своей группой поддержки. То есть со своей супругой, со своими друзьями. И я себя ощущала в каком-то реально индийском кино. И, кстати, супруга индийца, главного героя, она даже ему помогала как-то изобразить вот эти чувства, эмоции. Куда руку положить, где поцелуйчик послать. Это было так круто вам мне передать словами. Это дорогого стоит. Я скажу, как актриса, обычно жены артистов... Супруга благословляет своих... Да, наоборот, ревнует. Супруга на вот эти вот какие-то любовные сцены, как передать. Наверное, я так думаю, женщины просто знают, им что надо, да, какие эмоции они хотят увидеть от мужчины. Поэтому она ему говорила об этом. Это здорово. Светлана, а ваш супруг присутствует на съемках обычно? Присутствует. И вас он точно так же вдохновляет? Говорит, иди и сделай. Вы знаете, я всегда вот смотрю на супруга, он спокоен, он просто наблюдает. Иногда выходит, иногда заходит. Но я, конечно, чувствую себя более сдержанно. Поэтому все-таки, наверное, на съемках свободнее себя ощущаешь, когда без своих половинок. Потому что, ну, как бы, чтобы сыграть, ну, как-то более открыто. И не напрягая себя. Ну, это так, никому не говорите, да? Да, мы никому не скажем. Мы вообще еще и не говорим. Мы просто посмотрим клип, а потом, где надо, остановим кадр, где нужно, замедлим, где нужно, пересмотрим. Да, сказать, мы еще не успели отойти от клипа Светланы с участием Александра Солодухи. Очень горячий. А сейчас... Вот там-то она и вдохновилась на вот дальнейшее, получается, в совершении. Светлана, а где вы вообще черпаете вдохновение? Я еще раз говорю, каждое утро, вставая, радуясь солнцу или даже пускай дождику какому-то, чашечке кофе, родным людям, сижу и вдохновляюсь. Вот эта чашечка кофе и радость там, и вдохновение. Почему у меня так не получается? Встал, улыбнулся и сказал, какой прекрасный день. Вот как ты сам задашь себе этот день, такой он у тебя и будет. Просто всегда нужно утром встать и улыбнуться себе, а не так у меня... Мы так и делаем постоянно. Светлана, у меня вопрос. Вот когда белорусы или славяне смотрят такие клипы, слушают такие песни, смотрят на такую красоту в удивительных экзотических нарядах, это, конечно, всегда привлекает внимание. А как реагируют, например, жители Индии, когда видят красивую блондинку в саре, артистку, которая поет вроде бы индийские песни, но на белорусском языке, на русском языке. То есть вот это смешение культур и стилей, как воспринимается? Воспринимают очень положительно, им очень нравится. И я для них экзотика. Экзотика, да. То есть, в принципе, если я еще заговорю на хинди, а я говорю на хинди. Кстати, песню написал, я говорила, Баппи Лахири, композитором явился, а автор слов Анджан. И я с автором песни знакома. К сожалению, Баппи Лахири уже ушел в иной мир. Но я была на встрече с Баппи Лахири, у нас была конференция, СМИ, это все в Индии. Это, конечно, было круто. Это много впечатлений для меня было. И, кстати, ну, всем известно, что я создаю некий белорусско-индийский симбиоз в своем творчестве. То в песне «Зуби-Зуби» адаптировать под нашу белорусскость, под наш стандарт славянский, европейский, даже не надо было. Потому что песня изначально уже была миксом европейско-индийским, я бы так сказала. И я внесла свою белорусскую нотку тем, что мне дано от рождения. Поэтому я считаю, что это здорово. Мне кажется, самое время услышать все эти нотки и посмотреть все эти яркие краски клипа. Может быть, на хинди мы еще предложим зрителям, смотрите в нескольких, несколькими фразами. Преабхайо и обеянно, сабхико мэра «Намасте». «Мне апсэ пиар карте хоу».